Всем привет, с вами Дэн, и у нас супер баттл зеленых люксовых дайверских часов. Тут на столе просто несколько миллионов рублей, товарищи. Спасибо Кириллу, который дал свои модели из коллекции, для того, чтобы я вам показал и провел вот такой вот баттл. Значит, сегодня у нас Rolex Submariner в версии Hulk, самая популярная, самая любимая. Дальше у нас Blunt по 50 Fatams, Batiscaf в версии Limitka Macaran, который вам показывал обзор. И, кстати, Sub тоже показывал. И Жижили Культер показывал. Это версия Polaris Date. И что касается цен, то на Chrono 24 в версии BU, ну так, ориентир даю, именно ориентир, потому что по люксу, по BU всегда цены достаточно сильно меняются от разных факторов, это зависит. На момент ролика примерно Hulk можно было купить от 20 тысяч долларов, Polaris Date от 10 тысяч долларов и Blunt по от 15 тысяч долларов. Как и всегда, это уже традиция, мои баттлы крайне субъективны. Я лишь отчасти пытаюсь быть хоть немножечко, немножечко объективным. У нас несколько факторов, которые я выделяю. Это бренд, дизайн, циферблат, корпус, вау, фактор, механизм, качество и цена часов. Итак, начнем с бренда и мои оценки здесь следующие. Rolix 10, баллов Жижили Культер 8 и Blunt по 8. Конечно, вы можете спросить, а какого хрена у Rolix выше всех. И здесь только одна причина. Просто этот бренд самый известный, самый популярный в мире. И этим обусловлено то, что бренд максимально силен. Конечно, с точки зрения часовой истории, с точки зрения механизмов, с точки зрения разработок, здесь можно поспорить. Но я думаю, что давайте все-таки немножечко будем ориентироваться на вот эту сложившуюся рыночную ситуацию. Да, это не совсем правильно. Но мы же с вами говорим субъективно и говорим то, что есть на данный момент. Просто не учитывать вот эту магическую силу бренда Rolix, ну просто невозможно. Поэтому пусть будет так. Дизайн. С точки зрения дизайна здесь тоже крайне все спорно. Потому что, в принципе, вопрос дизайна – это вопрос каждого конкретного человека. И в случае с нашими тремя претендентами, лично мое мнение, мне по дизайну больше нравится, конечно же, Жире Лю Культер. Мне, в принципе, нравится, как он сделан, как вот эта стилистика суперкомпрессора. Но, опять же, здесь нельзя не учитывать то, что больше всего хамажей, омажей, подделок и просто стилизации, конечно, идет от сабмаринера. А это, наверное, самые узнаваемые часы в принципе в мире и самые узнаваемые дайверские часы в частности. И да, можно говорить о том, что первым дайвером вышел бланк по Fifty Fathoms, но в случае батискафа модель, она уже, конечно же, более поздней разработки. И, кроме того, ну, опять же, здесь нельзя не дать Rolix 10 баллов просто потому, что, ну, это вот как бы квинтэссенция дайверских часов. Поэтому вот такие оценки. И здесь я немножечко завысил же Лю Культер. И, может быть, относительно бланпа просто потому, что лично мне дизайн классических Fifty Fathoms нравится сильно больше, чем модель батискаф. Потому что, мне кажется, она какая-то вот немножечко, может быть, позволю себе это слово незавершенная в плане дизайна. И, может быть, слишком пустоватый у нее циферблат. Ну, я здесь имею в виду, что, да, конечно же, очень красивый цифер сам по себе. Но вот такие рубленые стрелки, градусненькие и, как бы, получается все. Причем циферблат такой, опять же, классический. Но метки, может быть, мелковатые. В общем, мое субъективное мнение. Что вы хотите? Что касается циферблата, то здесь у нас оценки следующие. 3 балла Submariner, 5 баллов же Лю Культер и 8 баллов бланпа. Я думаю, что на макро все достаточно понятно. Качество здесь очевидно. Оно видно, что называется, невооруженным глазом. Безусловно, все трое часов сделаны достаточно неплохо. Но здесь у нас есть явный лидер. Это бланпа. Здесь безупречный циферблат. К Жилю Культер есть определенные вопросы. Здесь очень красивый лак на циферблате. Здесь классные метки. Но стрелки могли бы быть сделаны чуть покачественнее. Что касается Rolex, здесь полностью машинное производство. Оно какое есть, такое есть. И относительно двух конкурентов он проигрывает. Что касается отделки корпуса, то здесь 5 баллов Rolex, 8 Жилю Культер и 8 бланпа. Я думаю, что эти двое часов на одинаковом уровне. Здесь прекрасно сделан корпус. Грани, полировка, сатинирование. Все просто на высочайшем уровне. Rolex традиционно по корпусу на средненьком, весьма-весьма средненьком уровне. Это касается и полировки ушек, и боковой полировки. Там, конечно, не хватает внимания и тщательности по деталям. Особенно, когда мы видим рядом модели с гораздо лучшей проработкой. Но где Rolex силен, это, конечно же, вау-фактор. Что такое вау-фактор? Это когда вы видите эти часы на запястье, на своем или на чем-то еще. И говорите, блин, ну вот это часы. Почему Халк? Ну, потому что зеленые версию сабмаринера хотят все, любят все, за ней гоняются. И она стоит безумных денег. Поэтому это вау-фактор. Так вот, с точки зрения того, что кого бы-то удивил Rolex, с учетом того, что огромное количество часов выглядит абсолютно так же. Наверное, нет. Но я не могу этот момент не учитывать. Мне кажется, это будет правильно. Если мы говорим про Polaris Date, то, мне кажется, мало чем конкретно эти часы способны вызвать именно восторг. Пока вы не увидите красивый лаковый циферблат. Но так со стороны, опять же, это классический суперкомпрессор. Говорить о том, что он какой-то суперинтересный, необычный по дизайну, нет. Это красивая историческая модель в современных размерах и с современным качеством отделки. То же самое, как мне кажется, опять же, здесь мое мнение. Fifty Fatems в своем изначальном варианте, он выглядит как раз-таки исключительным дайвером. А эта версия Бетискафа, опять же, здесь я субъективен, вряд ли она именно создает какой-то вау-фактор. Да, это классные люксовые часы, спортивные дайверы, которые можно носить на каждый день. Но чего-то такого сверхъестественного здесь вот в этом плане здесь нет. Опять же, здесь мы немножечко в плане дизайна говорим. А когда мы говорим про дизайн в целом, то еще и качество изготовления. Что касается механизма, то у Rolex очень надежный механизм. Один из самых надежных на рынке среди люкса. Но при этом отделка там самая-самая базовая и простая. Если мы говорим про двух остальных конкурентов, то у них отделка будет просто на порядке выше и лучше, чем у Rolex. При этом, конечно же, надежность будет чуть ниже, чем у Rolex. Но нужно понимать, что Жжили Культер это исключительный производитель механизмов. Они тестируют их по тысяче часов, поэтому здесь с точки зрения надежности также нет никаких вопросов. Но точность, надежность, неприхотливость все-таки это больше про Rolex. Поэтому отделка где-то лучше, где-то выше надежность. Всем по девятке поставил, мне кажется, все механизмы исключительные. К тому же у Rolex задняя крышка непрозрачная, так что смотреть вы на него не будете. Качество в целом оцениваем и здесь с учетом изготовления, с учетом полировки, циферблата, Rolex пониже. Но при этом это все равно, безусловно, очень качественные часы. В целом, да, и они такие крепкие, если хотите, люксовый середнячок. Что касается Жжили Культер, то один балл снял, есть куда дорабатывать. Бланпа практически идеальные часы. Опять же, все эти цифры важны только конкретно среди этих трех моделей. То есть, мы их сравниваем вдруг относительно себя, а не относительно какой-то там виртуального сравнения с другими брендами в целом. Это тоже важно. То есть, все эти баттлы, они относятся только к тем часам, которые на конкретном баттле присутствуют. По цене, я думаю, здесь все понятно. Rolex слишком задрана цена. Она абсолютно не соответствует качеству этих часов. Она соответствует только качеству бренда. Жжили Культер 10 баллов. Цена превосходная. Они стоят, опять же, если вы их можете купить по ритейлу или по нормальной цене на вторичном рынке, дешевле, чем оба других конкурента. Бланпа тоже стоит приятно с учетом качества мануфактуры, с учетом качества отделки. Но чуточку ниже, чем у Жжили Культер. И что же мы видим по итогам? Итоги здесь достаточно, как мне кажется, очевидны. Бланпа чуточку лучше, может быть, практически во всем чуточку лучше, чем Жжили Культер. Может быть, за исключением механизма. Rolex позади. Ну, у Rolex достаточно высокие оценки. И мы видим, что здесь вытягивает, конечно же, бренд, дизайн и механизм. Ну, и вау-фактор. Это, опять же, суперсубъективно. Поэтому вот так у нас победитель. Бланпа второе место Жжили Культер с минимальным отставанием. Ну, и Rolex позади. Потому что цена его тащит просто вниз камнем. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.